здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко ну что ж лето в полном разгаре мы как всегда следим за событиями в любое время года и сами понимаете ситуация сейчас меняется есть ощущение что в лучшую сторону но во время такого всеобщего расслабления все-таки нужно следить внимательно например за собственными детьми почему мы узнаем с вами сегодня от начальника отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления мвд россии люберецкой елена сухарниковой здравствуйте елена вот сейчас у нас ситуация изменилась и совпало и лето да и начинает меняться режим вот этого вот состояние и к видного в лучшую надеюсь сторону вот как вы считаете сейчас есть опасность того что дети немножечко но а так они более темпераментные могут натворить нехороших дел есть такая опасность ну есть даже не нехороших дел они могут сами себе навредить если они будут уметь правильно себя вести на улице в бтул ну я так понимаю что какую-то часть таким и на родителей возлагаем вот как считаете родители ныне вот современные родители там молодые скажем от 20 до 40 лет они внимательно следят за своими детьми или ситуация ухудшаются то есть дети предоставлены сами себе потому что родители ну до ковида работой занимались может быть и во время ковида находились дома все время тоже там удаленка знаете ли не каждый мог это быстро ну принять для себя сейчас они тоже вынуждены может кто-то ищет работу кто-то очень активно начинает работать знаете с утра до вечера и дети немножечко остается без присмотра то есть сами родители виноваты в том что иногда наступает вот это слово слуха страшно нехорошее слово отделение по делам несовершеннолетних конечно первую очередь виноваты взрослые потому что дети берут пример с нас если мы их не будем знакомить законом с какими-то нормами правилами поведения с правилами дорожного движения то есть это наша задача в них это заложить то есть элементарные еще ответственность конечно родители законопредставителя ребенка ну вот вы же наверное сталкивались родителями которые приходят и говорят что нет чтобы наш там да никогда такого не было и даже наверное не верят еще наверное пытаются наезжать на правоохранительные органы говорят вы там что-то не поняли мой ребенок такого не мог сделать да и бывает сталкивались да но в процессе работы с этим ребенком с этой семьей они понимают что да где-то были допущены ошибки где-то что-то не углядели не доглядели поэтому помогаем чтобы увидели поняли хорошо еще такой вопрос прежде чем мы поговорим о главной насильной темы это профилактика вот в этот летний период когда хочется жить полной жизнью что называется особенно детям тем более тут непонятно еще ситуация будут ли работать лагеря вот примем месте учебы я имею ввиду школьные лагеря до вас могут ли родители отправить куда-либо ребенка на две хотя бы недели насколько это прямо это максимум сейчас будет у нас смены пионерских лагерях вот об этом мы сейчас поговорим но прежде всего скажите пожалуйста вот на сегодняшний день существует вот я помню наше время приходили какие-то люди рассказывали вот так делать нельзя причем для первого класса это одна история для 9 10 11 класс это другая история вас в этом плане как работу основа нашей работы это профилактика это пропаганда то есть инспектора пдн посещает школы сады общаются с детьми общаются с родителями стараемся через соцсети потому что сейчас наше время это очень популярно инстаграм контакт то есть стараемся везде по максимуму осветить потому что это наша как бы первая задача профилактикой довести до детей до родителей но вы делаете это как-то вот ну просто читаете закон или все-таки доверительные форумы доверительные бывают индивидуальные бывают общие беседы то есть класс полностью школа хорошо а вот психологическая составляющая какая вот у ваших как инспектор пдн да так есть какая-то психологическая составляющая то есть ведь это должен быть психолог когда работа с ребенком знаете тут преподаешь студентам например я преподаватель до первого курса это иногда пока там за семестр вычислишь человека ну поймешь знать что там днем находит это и не всегда до конца этого и тут вот надо если ребенок попадает кто-то может быть уже настроился эти по нехорошей дорожке а тут действительно случайно попал тут психология еще серьезно ранее что тут и психологии еще в основном наши инспектора имеет педагогическое образование поэтому делать на этом акцент потому что надо понимать как правильно общаться с ребенком потому что психологические качества ребенка разное более может быть любознательный психологически неустойчивый более подвижный а старшее поколение еще сложнее поэтому конечно это все учитывается и это сложная задача инспектора понять не только ребенка на понять его еще родители потому что у нас мама и папа тоже надо с ними уметь работать правильно все объяснить то есть вы как бы до воспитываете то что недовоспитала школа и помогает хорошо насколько сейчас трудности бывают в семьях у нас же есть такие но семья где мама одиночка реже где папа одиночка где или например ребенок бабушка с дедушкой ты еще другая история какая-то есть сложности вообще с семейным институтом как таковым вы это ощущаете или все как всегда среднестатистическая среднестатистическая все семьи разные разные случаи и хороших богатых скажем так семьях могут случаться какие-то неприятные истории конечно от этого не зависит не положение финансовое материальное никакое то есть это все именно все что происходит в семье потому что зачастую может быть семья малоимущие есть малоимущие но они больше уделяют времени ребенку больше о нем заботиться более больше интересуются жизнью ребенка чем если мама папа более обеспечены они увлечены своей работой поэтому времени на ребенка остается гораздо меньше поэтому скажите пожалуйста а вот сегодня не будем конкретными цифрами апеллировать но все-таки есть какие-то такие направления ну наверное наркотики алкоголизм это такое самое бич да вот преступность какая-то вот как какой вот если сделать срез что это такое посетители или скажем так постоянные посетители отделения по делам несовершеннолетних ездишь наверное такие такие бичи есть больше всего преступления совершенный несовершеннолетний носят имущественный характер крадут кражи да это кражи но был благодаря работе инспекторов пдн в этом году количество совершенных преступлений несовершеннолетний сократилась на 35 процентов а крадут наверное в школе и в магазинах и где-то на улице просто чаще всего магазины либо уже бывает такое что и квартирная кража а это связано с чем просто потому что хочется украсть опять же психологический вопрос или вот у человека такое какое-то криминальное криминальное состояние что в общем-то из него может вырасти потом настоящий вор ведь на каком ведь появляется человек да он рождается получает может быть его воспитывают хорошо мы знаем кучу историй благо у нас сейчас все телевидение забита всевозможными сериалами там сплошное варьё и жулики то есть понятно что есть люди которые к этому пред есть какая-то предрасположенность психологической я не знаю вот хочется им украсить не хочется работать такое что хочется бывает такое что оказывает влияние несовершеннолетним то есть имеет значение еще та компания в которой он общается и кто-то его используют его используют конечно в влечении несовершеннолетнего совершение преступления то есть случае бывают разные либо вот он посчитал что ему вот что-то хочется да что-то приобрести родители деньги не дают купить не может быть не может приходит к такому выводу идет просто к радио то есть я понимаю что сейчас это гораздо проще стало если надо что-то пошел взял то есть ну скажем мое время там какая-никакая идеология существовала что сейчас может человека остановить кроме вот того что мама с папой скажут не надо воровать может быть школа как-то не дорабатывает школа мы тоже все работаем и школа работает и мы сейчас делаем основной акцент именно на знание законы чтобы дети знали именно какая будет ответственность то есть мы это совершили вы должны знать что за это будет ответственность поэтому если не то что тебе грозит тюрьма то есть дети дети 16 лет можно попасть в тюрьму и на чем-то испортить надо этим это объяснять чтобы они понимали уже такое что уже не просто так поругают а что это будут отвечать отвечать либо они либо родители если это правонарушение потому что у нас ответственность за административное правонарушение наступает 16 лет поэтому до 16 за это будут отвечать родители не просто придет инспектор пдн и поставит вас на учет но еще родители будут платить штраф поэтому то есть целый целый кому да и поэтому в полном взаимодействии со всеми системами профилактики мы стараемся в школах обязательно это все проводится соцработники психологи в школах работают мы пришлось какой-то график есть да конечно у нас есть до план работы конкретно с каждым ребенком либо с каждой школой на квартал год хорошо понятно что законами но тут есть такая тонкая грань что дети они по-разному все воспринимают вот иногда можно запугивать иногда можно объяснять вот вы больше к объяснению или к тому что не делает так не делать как можно так стоять вот это сделал по рукам да как в китае да по рукам дали первую очередь конечно сначала стараемся объяснять и уже смотрим по ребенку и видим как он это воспринимает и какой больше метод он воспринимает потому что нет конечно мы не ругаем не угрожаем потому что наша задача наоборот доходчиво спокойно потому что чем более комфортно будет чувствовать себя вообще не с нами тем больше он поймет если ему грозить угрожать он закроется и тогда вообще результата может не быть никакого вы еще сказали что внимательно отсматривайте сети и так далее ведь сейчас можно с помощью социальных сетей да есть сигнал поступает а у нас есть четкое ощущение что как говорит ставящий майор даже в случае не дремлет вот вы можете вычислить какого-то ребенка у которого ну вот что-то не то происходит по его постам по его каким-то фотографиям по его увлечением что наверное все таки надо как-то его с ним как-то поговорить да мы стараемся конечно все за всеми придут в раньше надо мы не можем отслеживать все соцсети всех наших детей но если этот ребенок попадает в поле зрения мы знаем уже что мне на него надо обращать более больше внимания конечно мы стараемся это делать и мы просим родителей это тоже дело то есть родитель обязан просто знать где его ребенок зарегистрирован каких соцсетях с кем он там общается с кем он дружит с кем переписывать какие посты какие группы вступать потому что на самом деле интернет и все эти соцресурсы очень много несут опасность но если при ребенок пишет другому например я изготовил клевую бомбу вот можем начинать его можно вычислить поэты вот это важно на этом завершаем нашу первую часть так что внимательно нужно следить мир сегодня открытый но при этом как мы выяснили к сожалению кражи существует и наверно насилие над личностью да и вот эти первые скажем половые преступления все это имеет место к несчастью она всегда была но сегодня это особо может быть будет зависеть от всех нас потому что все таки ситуация почти три месяца мы находились в очень сложных условиях а во второй части мы как раз и поговорим как мы будем плавно выходить из этой ситуации как профилактировать как говорят сегодня вот эти вот несовершеннолетние преступления вернемся в студию через некоторое время эта программа открытый диалог напомню что у нас сегодня в гостях начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления мвд россии люберецкая елена сухарникова говорим мы о делах несовершеннолетних и в данном случае мы не будем уже касаться темы сколько чего всего сколько поймали сколько направили на путь истинный единственный вопрос перед профилактикой скажите пожалуйста перед кем вообще отчитывается вот если у вас появляется материал да вы все узнали там может быть следствие какое-то где-то идет как происходит взаимодействие между управлением отделением по делам несовершеннолетних и какими-то высшими структурами мвд все зависит во первых от того какое совершено преступление то есть либо и рот кража кража брал велосипед магазина с инспектор проводит работ проводит проверку по данному материалу есть всегда обязательно проходит проверку прокуратура этот материал и там же решается вопрос в зависимости от возраста от возраста да то есть дальше уже идет по инстанция по инстанциям понятно так что не избежать так скажем уголовного преследования 16 лет ребенку да то есть фактически он становится преступником вот поговорим о том как не стать преступником и помимо всего прочего еще как не навредить себе важный момент что молодым людям свойственно совершать нереальные вещи если например ребенок каким-то образом связан с наркотиками вот наркостане наркотического пенения находят к сожалению да сейчас все что угодно у нас есть химическое вот это отравление так мы назовем вот его находит на улице до правоохранительные органы предположим где-то он сидит на лавочке там до окуняет что дальше вызывайте в первую очередь скорая помощь так мы должны оказать первую медицинскую помощь его помещен направлять в приемный покой где ему там уже врачи уже проводят свои процедуры и промывания еще что-то смотря какая стадия то есть опять же в больницу в этот раз везут конечно конечно потому что если у него наркотическое опьянение ну или алкогольное отравление то же самое да да поэтому ему надо оказать в первую очередь медицинскую помощь далее уже вызываются родители и та же схема да конечно начинается работа по данному факту он вот например ему 17 лет у него алкогольное или наркотическое опьянение вот все что вы рассказали произошло он заносится в какой-то список на учет становится не как этот учет дальше работает дальше работает но его ставят как минимум в первое время на 6 месяцев далее за ним наблюдают то есть наблюдают проводят беседы общаются наблюдают в том плане что обязательно берутся характеристики из учреждений где ребенок учится если это там техникум колледж школа то есть работа ведется в комплексе с того же здравоохранение берутся справки как дальше он там попадался не попадался то есть все вообще какие меры и если ребенок дальше нигде в не был замечен ничего не было совершено он характеризуется со всех сторон положительно то далее может быть принято решение снятия его с учета по исправлению а есть такие ребят которые на учете стоит постоянно есть и потом по достижению 18-летия не снимать с учетом просто переходят уже в категорию взрослого то есть но ставят их уже категорию взрослых учет остается да если это за употребление то конечно у нас уже он будет дальше передается уже дальше работа будет проводиться участковым если он будет также употреблять он будет стоять на учете в медицине то он будет стоять на учете как лицо употреблять на как то может повлиять вот например стоит человек на учете и вот он поступает как ни странно да в разные жизненные ситуации вот хочешь поступать вуз это как-то может повлиять на него отрицательно это может повлиять на 30 наше время сейчас на это очень обращает внимание все вузы техникуми дальнейшем работа да то есть и если тем более наши современное время где у нас очень много баз то есть если это раньше в 90-х может быть не было такого учета да то сейчас это все легко провериться все присылают запросы на которые мы отвечаем и они будут видеть всю историю этого ребенка как он вообще жил то есть тут получается такой смысл ни в коем случае нельзя попасть в базу если попадешь в базу а вы забудете потом оттуда ребенка убрать через 6 месяцев а как кто а кто за этим следит ежедневно мы осуществляем таймер срабатывает у этого закончилась 6 месяцев наше время час да даже сама база на твоем рабочем месте когда ты заходишь включаешь потому что сейчас мы тоже отходим от бумажной документации мы переходим все на информационные все системы поэтому да база уведомляет вас о том что пора смотрите обратите внимание на то хорошо вот еще один момент по плане профилактики все-таки вот я даже мне трудно представить приходит ко мне семью инспектор под вами совершеннолетних вот как-то трудно себе призовут если бы вы пришли да то я может быть даже вам еще и не доверил знаете почему потому что молодая майор ну с ума можно сойти да а нам кажется что придет какое-то такая старая женщина с суровым взглядом помахивая этими самыми как они называются господи вы вылетели руки что там в общем милиционер придет в том понимание такой дядя стёпа кто ваши сотрудники как вы их подбираете как можно попасть к вам на работу что для этого помимо педагогического образования нужно желание так желание дитя контингент разные бывают на желание во первых именно на эту должность надо любить детей надо хотеть о них заботиться потому что как раз таки чтобы не приходить вот такой вот тетей да да чтобы располагать к себе ребенка чтобы он видел что ты хочешь и нет ты в первую очередь не хочешь его наказать поругать ты хочешь ему помочь наша задача тоже это это помогать помогать и потому что у них очень хрупкое сознание у детей поэтому здесь надо очень тонко должна проходить работа а вот изучают ваши коллеги всякие направления да ну вот как в советское время время неформально значит молодежной организации формальной молодежной организации вот какие-то музыкальные направления чё слушают где собираются где там на мотоциклах собираются где на мопедах где на велосипедах где собирается чтобы вкусить запретных плодов вот как-то вы должны быть в курсе дала что слушают сегодня например какую музыку и почему потому что те же дискотеки которые рано или поздно откроются мы же прекрасно понимаем что ночные клубы просто клубы и дискотеки тоже так не самое лучшее место для здорового образа жизни сегодня молодых конечно и большинство наших инспекторов пдн тоже мамы у них тоже есть дети подростки они конечно тоже все это видят по слову женский контингент вот а почему редском управление женский коллектив а почему женские мужчины они в состоянии то есть они не так терпеливы как дамы да нет потому что в некоторых районах даже нашей московской области есть мужчины мужчины сектора на наш киже женское доверие тоже какой-то присутствует вот кстати еще такой вопрос кто бы чаще то сейчас нарушают некие правила мальчики или девочки или одинаково одинаково сейчас что мальчики что девочки да а раньше такие больше мальчики на то есть сейчас выравнивается вот этот выравнивается потому что сейчас общество вообще меняется совсем поэтому вот скажите какая главная проблема на сегодняшний день профилактики вот даже не преступления каких-то вот странных вещей там условно грязь и делает на фоне того же провоза идет водоем купаться которые мало то что запрещено непонятно прыгать еще и прыгает туда и головой разбивается или я не знаю там все что угодно могут до совершать какие-то опять же могут смастерить что-нибудь смотреть как это будет химически там развиваться но это всегда было другое дело что вот как во первых это углядеть и как профилактировать мне кажется что если и вот я вспоминаю приходили в школу что-то говорили ну все кто-то там кивал спал дремал вот все равно это к сожалению происходило да но в первую очередь опять же я повторю что это должно исходить еще от родителей то есть родители мы мы должны постоянно постоянно детям напоминать что это или безопасность должны их научить вот если более младший возраст брать да то есть если мы рассказываем их им об опасности они не должны начать бояться этого то есть было у них страх не должен появиться мы наоборот должны понимание нужно какую-либо опасность ее можно предотвратить и если ты будешь вести себя правильно в той или иной ситуации то есть наша вот задача игры именно им объяснять правила поведения чтобы не дарова до правила игры тем более до водоемы быт а вот какой возраст наиболее подвержен вот этим всем неприятностям как вот в плане преступлений в плане неосторожности вот если только ограничивать да вот различные вот если например мы поговорим о падении с высоты да и безопасные окна то это в основном возраст идет от года когда ребенок начинает ходить и до пяти шести лет в основном чаще всего случайно это падение из окон но ведь еще суицидная история это уже подростки возможно ли суицид этот при предусмотреть как ну предусмотреть опять же родители конечно родители школа окружения чем ребенок увлечен как он себя ведет пишет да есть у него вообще в принципе друзья с кем он общается замкнут не замкнут и опять же это страница в соцсетях то есть он в них родители и мы можем узнать много ребенка то есть то есть вы иногда можете так тихонечко плавно подключаетесь да если серьезный вопрос то сейчас если страница открыта у ребенка вы имеете право да ну это же вы не подписывайтесь там какой-нибудь смотреть солнышко 78 но мы рекомендуем родителям все-таки закрывать страницы чтобы они видели чтобы к ребенку ним не мог кто угодно за это тоже осознано него потому что да там неизвестно что это тоже интернет такие вещи я думаю как-нибудь о них тоже мы пригласим вас поговорить потому что вижу что наша гостья сегодня владеет современными технологиями так что завершая в завершение что мы скажем нашим родителям и детям всем кто участвует в этом трудном процессе перехода из несовершеннолетнего в совершеннолетнее состояние сейчас бы я хотела сделать акцент на на том что сейчас лето это водоемы безопасность нельзя оставлять детей без присмотра нельзя несовершеннолетних одних отпускать на водоем нельзя поручать старшим детям тем более несовершеннолетним смотреть за более младшими это наши с вами задачи как родители законных представителей это окна нельзя открывать окно когда в доме находится ребенок либо это режим проветривания либо это блокираторы москитные сетки это не поможет это не поможет это еще хуже потому что ребенок видит это как преграду как барьер на сетка не может выдержать вес ребенка причем дети когда забираются на подоконник зачастую это ему уже показали родители очень часто родители сами где-то каких-то местах ставят на подоконник ребенка чтобы отвлечь или там показать вон нам папа щас ручка помашь до этого сделали один раз на втором этаже вы пришли там другое помещение на 25 этаж ребенок то знает меня же мама ставила почему я не могу от этого делать нельзя опять же сейчас дети чаще на улице и очень часто без присмотра взрослых самокаты велосипеды скейт и ролики право дорожного движения и защита выход со двора ухода защита во время движения конечно да в общем традиционный набор который просто нужно сейчас обновить внимательнее посмотреть на своего ребенка потому что все немножечко ошалело и сейчас после того как нас выпустили на улицу правильно поэтому на следить спасибо вам большое приходите еще начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления мвд россии реберецкой елена сухарникова сегодня нам рассказал о том как сделать так чтобы ваш ребенок не попал к вам в отделе к ним в отделение с вами был николай пивненко в программе открытый диалог всего доброго и и и и